Всем привет! Сегодня второе уже сентября, а это значит, что у нашей любимой племянницы, которая живет в Питере, Александры, сегодня день рождения. Ей сегодня исполнилось 8 лет. Мы еще ей не звонили, не поздравляли, ждем, когда вся наша семья соберется вместе. Будем звонить ей по фейстайму, скорее всего, чтобы прям видеть ее, поцеловать ей поцелуйчики. А сейчас я поеду отправлять ей посылку. Я уже говорила также, что мы от бабушки и от нас собрали ей посылку. И сегодня я поеду сейчас на терминал деловых линий и буду эту посылку отправлять в Санкт-Петербург. Если честно, ни разу за свою жизнь я не отправляла ни одной посылки. Не знаю совершенно, как это делать. Я знаю, что стоимость доставки зависит от веса посылки. Поэтому я приготовила дома весы. Сейчас я завешу все, что мы хотим отправить, ну, за плюс-минус. Вот, и примерно буду знать, сколько моя посылка весит для того, чтобы меня не смогли обмануть на терминале. Сейчас я вам все покажу. Значит, вот они уже мои весы, готовые взвесить. Вот они наши подарки. Напоминаю, мы дарим Ферби. Бабушка дарит набор лимузин Лего. Полечка нарисовала вот такую красоту. Написала поздравления. Оформила такой симпатичной радужной бабушкой. Бабушкой, извините, бабочкой. Вот. Еще мы дарим ей вот такие две книжечки Мэри Поппинс. Книга это всегда лучший подарок. Открыточки вложим тоже от бабушки. И от нас. Еще одну открыточку такую веселенькую. Сегодня я уже заехала на Почту России, купила коробку. Надеюсь, у меня все вам местится. Сейчас мы с вами будем это проверять. Итак, как вы видите, все у меня самым прекрасным образом уместилось. Очень мне понравилось, что плотненько встала вот эта вот игрушка, коробочка. Не будет болтаться. Здесь у нас книжечки-открыточки. И сюда я хочу насыпать либо... Сейчас заеду в магазин, либо конфетти такое, либо какие-нибудь конфетки. В общем, что-то такое сюда добавим, чтобы было интересно и как-то жизнерадостно. Вот. Сейчас я поставлю коробочку на весы. И мы узнаем, сколько же все эти добро будет весить. Опа. Прервалось у меня видео на самом интересном месте. Закончилось место. Вот. Получилось у меня 1367 грамм. Ну, плюс-минус, в общем, где-то полтора килограмма будет в целом, наверное, вся посылка. Все. Время уже три часа. Летим. Если честно, я не знаю, можно ли заранее коробку эту упаковывать, то есть ее запечатывать. Вот. Поэтому я, чтобы не делать лишнюю работу, решила взять скотч с собой и ножнички. Вот. Если ее там мне не предложат упаковать, то я упакую все это дело сама. И у меня все для этого будет необходимое. Вот. Я взяла скотч и ножницы. Все, ребят, еду уже я в сторону города. Погода прекрасная. 20 градусов за бортом. Солнышко светит. Пока еду, вспомнила, какая история сегодня у нас была с утра. Решила с вами поделиться. Значит, все, собрались мы сегодня с детьми. Одного в сад с утра, вторую в школу. Встали пораньше, чтобы все успеть, собраться, покушать, заплестись. Все, сели в машину. Я у Парижки пять раз спросила, Поля, ты это взяла? У них сегодня пять уроков в первый день. Это взяла, то взяла, это не забыла. Она, мама, да все, я взяла уже, все, хватит меня спрашивать. А телефон у меня стоял без звука после ночи, на беззвучном режиме. И проехав полпути в сторону школы, что-то меня дернуло. Дай-ка я посмотрю телефон. Беру в руки телефон, а там штук шесть или семь пропущенных вызов от мужа. Думаю, так, что случилось? Звоню ему. Он говорит, все хорошо, только вы рюкзак дома оставили. Вот так вот мы сегодня поехали первый день в школу без рюкзака. Все собрали, все хорошо. Ну, он как стоял в коридоре, так и там и остался стоять. То есть я взяла, детей взяла, мусор даже взяла, а рюкзак Полежкин оставила в коридоре. В итоге ребенок у меня на 15 минут опоздал на первый урок. Первый же учебный день. И вот, но учительница, она объяснила, чем это было вызвано. В общем, все хорошо. Поэтому, выходя из дома, не забывайте свои вещи, проверяйте. Все, девочки, мальчики, запыхалась. Пока бегала до светофора и обратно запыхалась, успела сделать покупки необходимые, которые нужны были. Сейчас покажу, что купила. Значит, для котяток купила я вот такой вот корм. Давно мы уже такую марку покупаем, Макана. Она подходит как для кошек, так и для котят. Упаковка сама 2,27 килограмм. Стоит 1200 в магазине Любимец. Я сегодня приобрела. У них была скидка очень удачная на 12% на все. Котята растут, едят очень много. Кошка ест, молоком еще кормят. В общем, разорение сплошное. Ну и, соответственно, все эти попы, они писают и какают. Поэтому тут же, помимо корма, приходится покупать и наполнитель для туалета. Я предпочитаю комкующиеся наполнители, потому что очень удобно. То есть котенок пописал, тут же это все в комочек. И все это раз в пакетик и выпинулся. Чистенько, аккуратненько, все ничем не пахнет. Вот, потому что, конечно, они и кушают, и писают, и какают. Очень-очень много. Никак не могу прилипнуть к одной марке наполнителей. Почему-то все время покупаю разные. То ли разные магазины все время заезжаю, где все время нет повторяющихся наполнителей. Вот опять какой-то Pepe Band. Не знаю, что за наполнитель. Приеду домой, посмотрю. Очень не хочется, чтобы он был плохо комкующийся. Потому что бывает такой похожий на глину. Очень он мне не нравится. Ну, вроде консультант сказал, что вашей киске понравится. За 10 килограмм стоит такая пачка, что-то около 300 рублей. В принципе, достаточно выгодно. Вот. Еще забежала я. Есть у нас такой замечательный магазин. Дуэт называется. Там продают все такое вот упаковочное, подарочное. Купила наполнитель я для коробочки. И взяла три вот такие вот бабочки. Сейчас попробую упаковать все это красиво в коробочку. И вам покажу конечный результат. Вот что у меня получилось. Все очень компактно, красиво. Протепила такие бабочек милашечных, розовеньких. Все девочки ведь любят розовенькое. Правда? Кто скажет, нет, тот не девочка. Вот. И получилось как бы дополнительное такое вот, что ничего не болтается. О, я очень довольна. Посмотрим, конечно, как деловые линии относятся к своим клиентам и к их посылкам. Надеюсь, что доставят все в целости и сохранности. Все, едем отправлять. Еду я сейчас по московскому шоссе. Это значит, что еду я в сторону Москвы. Но это не значит, что я еду в Москву. Еду я в поселок Коливатор. Честно, никогда там не была за всю свою жизнь, сколько я живу в Твери. Зато посмотрим, что это такое. Там находится терминал транспортной компании «Деловые линии». Будем искать вместе с вами. Я построила путь по навигатору. Он мне показал от центра 11 километров и 20 минут ехать. Ну, я думаю, что мы уже почти полдороги проехали. В принципе, пробок нет. Вот. Первый раз отправляю посылку. Даже как-то прям волнительно. Расскажите мне в комментариях, если вам не сложно. Мне прям даже интересно, как часто вы отправляете посылки и отправляете ли вообще. Получать посылки я получала. Как и все заказывала из Китая посылки. Но сама никогда не отправляла. Отправляли ли вы? Доходили ли они до адресата? В каком виде они приходили? Мятые, рваные? Или все-таки приходили как положено, аккуратненько упакованные в целости и сохранности? Мне будет очень интересно и приятно, если вы расскажете мне что-нибудь по этому поводу. Все, забрали у меня уже мою посылку. Дали такую бумажку. Иду на оформление документов. Туда. Вот такой терминал большой. И деловые линии. Машин китайцы. Ура! Посылка отправлена. Держим пальчики, чтобы она дошла в целости и сохранности. Все, дали мне вот такую бумажечку, которую можно отслеживать, где находится посылка. Все, едем дальше. Теперь я умею отправлять посылки. Так, сейчас по времени у нас половина пятого. Я еще должна успеть заехать в одно место, прежде чем буду забирать детей. А место какое? Место такое, где продаются стульки и столики. Хотим мы по лишке купить парту со стульчиком. Как оттуда выехать? Я не понимаю, где я нахожусь. Еду интуитивно. Заехала в какие-то дебри. Так вот, к бабушке, к дедушке нам нужно по линии в комнату поставить стол и стул, для того, чтобы она могла делать там уроки. Потому что она в этом году учится наконец-то в первую смену. После школы, где-то она в 12 часов уже приходит к бабушке с дедушкой и будет делать уроки. Соответственно, нужно ей целый год удобно сидеть. И для этого я уже присмотрела по рту. Вот, поеду сейчас туда, если они работают. Их закажу. Или, может быть, в наличии у них что-то будет. Если не тяжелый, то сразу увезу. Такие вот дела. Смотрите, как красиво. Уже такое какое-то осеннее настроение. Листики осенние валяются. Очень ярко солнышко светит. Такое вот еще самое-самое начало осени. Очень красиво. Выезжаю я обратно на Московское шоссе. И еду в Пролетарский район. Ехать мне через весь город. У меня сегодня круги нарезаем. Надеюсь, доеду быстро. Мы пришли за Сашей в садик. Привет, Сашок. Привет, ты мой сладкий. Он у нас теперь ходит в группу Лучик. Они сейчас гуляли на улице, но Саша забыл все свои машинки в группе. Поэтому мы пошли в группу искать машинки. Надьте вам пакетик. Собирай машинки свои, как ты хочешь брать. Полин, нажмите, пожалуйста. Вот какая красивая группа. Давайте к в окошечке поставим, где детки кушают. Такие вот маленькие смешные раковины. Ничего не видно. Где свет включается? Так, вот. Раковины маленькие. И маленькие металлики. Смешные. Саша, покажешь нам свою кроватку, в какой кроватке ты спишь? Покажу кроватку. Ой, как у вас тут розовенько. А, ты вот на этой кроватке спишь? Классно. А тут после этого встать назад. Ну ладно, не дует. А ты же в складушечку кому-то поставили. Ну, вроде так хорошо здесь. Здесь батарея. Все вроде хорошо. Ой, сколько кроватей. Ой, ну красота. Все, мы почти у дома. Только дома нечего есть. У нас вот есть такая палочка-вручалочка. Почти не доезжая до нашего дома немножечко. У нас есть такая столовая. В которой все очень дешево. Вот мы сейчас возьмем с собой покушать, чтобы дома ничего не готовить. Приедем, пойдем, будем отдыхать. Нету, мам, деньги. Нету, деньги, да. Нету, деньги. Пойдем вот так вот обойдем по кругу. Хочешь снать? Да. Оля несет наш ужин. Конечно, не полный ужин, но... Погоди, будет такая запеканочка для меня, а детки будут есть тихотеречки с макарошками. Да, Саш? Саш, ты будешь кушать? Да. Да? Ты маму любишь? Да. А Полину любишь? А как сильно? Вот так сильно! Ну ладно. Молодец. Вот такая вот у нас Вовелон. Столовая, кафе, ресторан. Такая красивая очень территория. Домики. Все. Стойте. Машите всем пока, скажи. До новых встреч. Пока.